Ну, в общем, здесь всё довольно праздничное. Вот только солнце зашло за тучи почему-то. Обладает удивительным для гимнов французских команд свойством вы знаете, теперь работают. А вот то, что капитаны иностранцы, это тоже надо обсуждать, интересно? Или это не важно? По-моему, это не важно. Итак, сам каргай два нападающих, это непривычно. Он говорит, почему же мы в прошлом году тоже много раз играем в два нападающих, и одним из них был Коломейцев. Антинга идёт сам вперёд. Ньяс, удар! Ну что ж, это было довольно красиво. По крайней мере, Локомотив уже дважды подтолкнулся. И вот ответ Фёдор Смолов слева. Фёдор Смолов, у него есть пространство, перед ним Чёрлука. Чёрлука не самый быстрый игрок, можно бить Фёдор! Удар, гол! Вот это да! Вот это я понимаю, Смолов! Смотри, сборная! Этому парню только дай свободу! Ну, Локомотив, конечно, здесь действовал, но... Я даже не знаю, как кто. Но никто не смог навязать Смолову борьбу. Ну, Чёрлука, понятное дело, пятился. Ну, вот здесь-то уже бить можно. Ну, удар получился на славу. Посмотрите, ну, Гильерми, длиннейший Гильерми, с длиннейшими руками, прыгучий. Под самую штангу. Да, где вы, ребята? Я не слышу вас, говорит Смолов. Одинной! Нандин Гундинга головой на Ньяса! Надо бить Ньяс! Бежать! Смолов уже трой разово пробил. Ну, а так вот, пожалуйста, споткнулся, завалился. Но гол-то есть. Как он залетел-то вообще непонятно. Щит, Луган, на центр. Сейчас посмотрим, я вернусь к этой мессе. Давайте смотреть. Вот Ньяс получает мяч. Здесь убирает, здесь уходит, здесь вот как-то уже даже падает. И ха-ха! И боже мой! Боже мой! Я давно не видел такого странного гола. Ну, посмотрите. Так хозяйка пыль с комода смакивает, как движением на... Ну, конечно, не ногой, но всё равно в дно. Даже не ударяй, а какой-то такой грибок. И вот мяч загрёбся в ворота. И дикань... О-а! Вот подача. Опасно. Газицкий. Снова Газицкий. И налево. Да, здесь Петров. О, как хорошо! Смолов! Можно бить! Другой раз он достал. Очень похожим образом Смолов забил сегодня. И снова перед ним Чёрлука. Был. Но Гилерме на сей раз был. Силы коситься на пришедших штрафных своих защитников. Удар. Да, действительно, это было ещё удар. Опасно может быть. Тарасов здесь. Удар! Штанга! Ну что ж. Порадовал Тарасов. Атака продолжается. Не а! Спас вдоль ворот. И некому замкнуть. И некому. Самедов. Вокруг своя синья. Сбить надо. Дикань. Гол! Гол! Но был ли там Асайд? Асайда не было. Какая атака! Какая атака! Сегодня прекрасный в Черкизово. Давайте смотреть. Вот Нияс продирается. Здесь бить казалось. Казалось, момент упущен. Но Самедов, посмотрите. Станцевал два раза. Петрова намотал вокруг собственной оси. И вот такой вот удар Нияса. И теперь Касаев головой. И там ему еще полболь немножко прилетело. Потому что пытался защитник выбить мяч. Калешин. И пытался Калешин еще потом уже не сумев выбить. Пытался показать, что там был офсайд. Но офсайда не было. Это Касаев. Посмотрите. Вот оно. Золотое касание Касаева. Победная. 2-1 счет. Ну, победная. Победная в этом эпизоде, конечно. Игры-то еще сколько? А вот сейчас, а вот сейчас. Майкон подхватит мяч. Так неаккуратно. Накажут. Вас накажут. Майкон. Затоптал соперника. Нарушение правил. А мы смотрим повтор, когда Касаев. Вот это обманчивая легкость. Такая невыносимая лев. Касаев устремляется в центр полевой бровки. Денисов прострел на Касаева. Касаев может. Наруша может. Мы смотрим. На фейер-пот. С población. Денисов прострел на Касаев.